Если короткие волосы, можно купить шиньон и просто сделать выкладку. А вообще ругают, если появляются утильные попки? Ну, я думаю, что во всех театрах, конечно, по-разному. Вы всегда делаете максимально плоский пучок, правильно? Всем привет! Это канал Таня Престанцев. Сегодня у нас тема выпуска – это балетный пучок. Давно хотела уже сделать этот выпуск. И не только рассказать, но и показать, как правильно сделать аккуратный балетный пучок. И сегодня нам поможет это сделать балерина Даша Капитонова. Привет, Даша! Привет, Таня! Ну что, скажи, пожалуйста, я начну с того, насколько часто ты делаешь пучок? Ты на обычный класс тоже пучок делаешь или какую-нибудь заколочку? Да, конечно, каждый день делаю пучок, потому что в любом случае это удобнее. То есть, в принципе, в театре уже никто не заставляет делать идеальный пучок с сеточкой, как в училище, но все равно в плане даже удобства и безопасности удобнее, когда все заколото и аккуратно убрано. Да и ты можешь это тоже сделать закрытыми глазами ночью, наверное. Ну да, тем более, чтобы сделать пучок на глаз, не нужно сильно стараться. Ну какие, то есть правильно я могу квалифицировать пучки, что бывает высокий, и бывает низкий, и бывает шизель, ну ушки? Или это все один пучок, просто немножко разная трансформация? Ну я думаю, что во всех театрах, конечно, по-разному. То есть, если брать просто пучок, который мы делаем на репетиции и на классы, то это обычный пучок, когда волосы просто убраны, например, на пробор, и высота пучка зависит от того, как тебе нравится, просто как тебе идет. Вот, ну чаще делаем повыше, потому что мне кажется, что это удлиняет линию шеи, и поэтому шея смотрится длиннее, вот, поэтому балерина чаще любит делать все-таки чуть повыше пучок. Можешь показать? Сразу можешь показать, я, может быть, какие-то вопросы буду давать. Да, хорошо. Это как бы самый обыкновенный пучок, вот репетиционный, так сказать. А пробор ты тоже, ну каждый под себя, да? Кому идет ровный, кому идет немножко на бок. Ну да, может быть, даже без пробора кто-то делает. А, такое встречается. Такие люди, когда мне идет такой пучок, все-таки, бывают. Я думала, мне лично не идет вообще, не знаю, да мало кому такой пучок идет, да? Мне кажется, чаще вот, когда без пробора, это напоминает деток в студиях или гимнастику, вот, они так делают. Хвост нужно тоже делать покрепче, потому что от этого зависит, чтобы пучок не болтался. Вот, просто делаем хвост, и потом остальные волосы закручиваются вокруг. Угу. Ты сеточка делаешь на репетицию? Нет, я делаю без сетки, просто все это закрепляю аккуратненько шпильками. Получается, честно, не очень аккуратно, вот, но ничего не разлетается, и я могу так весь рабочий день репетировать, и пучок останется. А что ты делаешь так, чтобы он не распадался без сетки, потому что у меня без сетки все разойдется, может быть, есть какой-то искрет, как правильно, в шпильке, то, что их надо не втыкать в голову, а рядышком? Я немножко вот захватываю часть волос и вот так вот загибаю. Мне кажется, что так они держатся крепче. И получается, ты делаешь часто их, да? Ну, да. Ну, обычно я использую примерно шесть, наверное, шпилек, может быть, сейчас уже больше, ну, на репетиции. Вот. Это очень аккуратно получилось. Я же говорю с закрытыми глазами. Хорошо, это такой репетиционный вариант. Да. Можно закрепить какие-то вот здесь волосы, если там, я вчера помыла голову, и у меня все стоит, можно закрепить невидимочками, просто там подколоть что-то, чтобы тоже не мешало и не лезло в глаза. Угу. Друзья, у меня наконец-таки появилась фирменная футболка, разработанная совместно с брендом Balay Manix. Я хотела сделать такую вещь, которая объединяла бы нас в сообщество танцоров. Именно поэтому на ней столько имен. Не только Таня плюс танцы, но и Света плюс танцы, Уна плюс танцы, Эрика плюс танцы, Юля плюс танцы, ну и так далее. Пока что только женские, но чуть позже мы сделаем мужской вариант, если вы заинтересуетесь. В чем же уникальность футболки? В том, что наряду с разными именами, вот здесь у сердца будет ваше имя. То есть не Таня плюс танцы, а допустим, Наташа плюс танцы. А на спине я всегда буду с вами. Стоимость футболки 2900 рублей. Заказать ее можно по ссылке в описании под видео, а также в телеграм-канале. Собака, Таня, нижнее подчеркивание, танцы. Хорошо, дальше следующий вариант уже сценический, да, пучок? Да, сценический тоже, наверное, зависит от требований театра, от конкретного спектакля. У всех по-разному. Мы делаем на все спектакли прическу, ушки. То есть выкладываем волосы, закрывая уши. А высота пучка варьируется от спектакля. То есть на Жизель у нас низкий пучок, также с ушками, а на остальные балеты средний. У вас есть кто-то со стрижкой каре? У нас нету, но если короткие волосы, можно купить шиньон и просто сделать выкладку из волос почти любой длины, а сам пучок прикрепить уже шиньон. Так часто делают девочки. А, да? Есть такое? Я думаю, просто думала, легче не стричься, чем... Или это не сложно? Говорят, что это удобно, наоборот. Я видела только шиньон красивый. Знаешь, когда для спящего, для ведущей солистки, с косичками бывают такие, которые самцы заплетают очень долго, а именно для таких каких-то партий интересных. Вот это красиво, конечно. Ну, бывает и пучок тоже такой. Вот, для прически ушки также разделяются на пробор. И затем мы отделяем часть волос. На затылке, получается, да? Да, получается, мы отделяем те волосы, которые пойдут под выкладку. И для удобства я закрепляю их просто невидимочками или там резиночками какими-нибудь ненужными, чтобы они уже не смешивались с другими волосами. Вот, и также с другой стороны. Ну, тебе действительно уже так привыкли волосы, что ложатся в эти проборы сами. Как, значит, я тут же привыкаю на пробор, и у тебя и здесь, по-моему, уже... Наверное, немного. Ну, мне кажется, в принципе, что прическа ушки действительно смотрится очень сценически. Не выглядит голова лысой. Да, потому что если сильно зализано, бывает, что кажется, что у человека нет волос. И многие девочки говорят, что, например, им не идут ушки. Но мне кажется, что если правильно подобрать именно свою форму вот этой выкладки, то, мне кажется, всем идут ушки. Я, кстати, хотела спросить еще, когда ты делала первый пучок, вот волосы, которые сзади, вот эти мелкие, вас ругают за то, что они торчат? Вы их залачиваете? Как вы с этим боретесь? Ну, мы их залачиваем, да, и зачесываем. А вообще ругают, если их появляются потом? Меня называли утиные попки. Вот эти волосы. Я знаю, что они как-то даже сбривают то, чтобы не было. Я такого даже не слышала про сбривание, но вообще волосы, конечно, не должны торчать. У меня вот такое строение волос здесь, что они очень равномерно даже на шею уходят. И их невозможно... У меня практически таких нету маленьких, поэтому мне повезло, наверное, в этом плане. я не мучаюсь с такой проблемой. Просто залачить хорошенько еще? Да, или подколоть еще дополнительно. А вот так же делаю хвост. Так же делаю хвост, да. Аллаха, а ты много используешь обычно? По-разному. Зависит, насколько пушистые волосы в данный момент. Иногда использую все-таки спреи для укладки, чтобы именно вот уложить вот эту выкрутку. Ага, так начинаешь укладывать, да? Да, я использую такие плоские невидимки, чтобы они вообще не выделялись на волосах. Немного отступаем от пробора и начинаем выкладывать, закалываем невидимку, чтобы волосы держались. Получается, мы должны выложить волосы как обрамление лица. И потихонечку отступая еще небольшое расстояние, а также дальше. Потом, допустим, так же закалываем уже волосы по центру. А вот как ты понимаешь, что нужно по центру закалывать? Ну, это как бы интуитивно. Я думаю, что все делают, как каждому удобно. То есть ты набиваешь руку и уже приспосабливаешься делать, так как тебе удобно. Ну, а это для того, чтобы они потом не трочали, не выходили, да? Да, да, да. Почему их называют ушко? Когда доходит невидимка до уха, мы начинаем уже загибать волосы, прикрывая часть уха. Но тоже, на самом деле, я думаю, что во всех театрах свои требования. Где-то можно просто закрыть половинку. Возможно, где-то требуют прям полностью закрывать уши. Вот особенно-таки на Балет Джизель, когда низкий пучок, уши прям сильно закрыты. Но у нас нет таких требований, поэтому мы можем как хотим загибать. Я делаю примерно вот так. Ну, в принципе, все. Для прочности можно еще сделать куда-нибудь несколько невидимок, если кажется, что плохо держится. И еще желательно все залачить, чтобы уже точно ничего не выпадало. Это романтический стиль вообще. Оттуда это пошло. А невидимки остаются? Их потом не нужно снимать, да? Нет. Не снимают обычно. Вообще, я слышала, что некоторые снимают и так все так же держатся. То есть, наверное, они очень сильно залачивают. Но я не пробовала. У нас так никто не делает. Но со стены все равно не видно невидимок, поэтому... Вот, получается так. И потом мы просто делаем пучок. Можно эти концы также закрепить еще одной резинкой, но мне не нравится так делать, потому что резинка получается уже толще, когда их две, и пучок более выпуклый становится из-за этого. Вот, поэтому я люблю просто уже эти волосы закручивать вместе с хвостом. И аккуратненько. А вообще, у вас вы всегда делаете максимально плоский пучок, правильно? Вот, аккуратно закручиваем. Используем сетку всегда на сцену. Под цвет волос тоже, да, подбираете всегда? Да. Ну да, чтобы не было черных волос и белой сетки. Сетка такая паутинка. Да. Потому что я хотела показать как раз. Вот такую сетку, наверное, вы никогда не используете, да? Тоже продается балет на магазине. Но, мне кажется, для детей... Ну, может быть, для черных волос. В принципе, почему бы и нет? Она просто очень прочная, потому что у меня такие паутинки часто рвутся. Они запутываются. А эта плотная, то есть она не порвется. Потому что у меня паутинки всегда цепляются за какие-нибудь шпильки. Как долго у тебя будет? С паутинкой можно сделать, мне кажется, более плоский пучок, потому что она растягивается, и ты можешь волосы в ней разложить хорошо. Вот как раз так убираем еще волосы сзади, туда вот под сетку прям. Чтобы максимально ничего не торчало. Все. И потом потихонечку также начинаем закалывать по кругу шпильками. Ну, тебе очень быстро, да? Ты быстро делаешь пучки? То есть у тебя недолгое время это занимает? Ну, мне кажется, минут 15 на самом деле. И сам пучок я тоже обычно немножко просто вот залачиваю, чтобы какие-то маленькие волоски не выпадали. Мне кажется, что так получается немного крепче. Еще мне кажется, что с прической ушки именно красиво смотрится, когда какие-то коронки, либо цветы, какие-то головные уборы на голове смотрятся как-то более благородно, чем когда просто зализаны волосы. А тоже вот как... Есть ли какая-то технология, как прикреплять с какой стороны или вот коронку куда-то на затылке, пониже? Или это все очень индивидуально? Это очень индивидуально, да. Конечно, как тебе идет прежде всего. А если в кордебалете какие-то головные уборы, то это уже как требование театра. У нас обычно все на правую сторону. Даже те, которые стоят слева, то и на правую сторону? Ну, да. Всех с одной стороны обычно? Хорошо. Покажи нам, давай, покажем прическу. Ну, сзади обычный пучок. Уже немножко выпало, но можно подколоть невидимками. А вот такие вот, как у меня, рогалики, вы никогда не делаете на стену. Это считается не балетная прическа, да? Нет, мы не делаем. Просто мне даже интересно. Я научилась этой прическе по видео у балерины, анкоговорящей, я точно не помню, либо она американская, либо из Англии. Вот, и на самом деле технология, это единственное, что я могу сделать точно с закрытыми глазами, очень просто. И это очень просто. Сейчас у меня не очень надо, может быть, аккуратно, но просто если очень постараться, то можно сделать достаточно вот этот верх тоже плоский, и это получится очень красиво. Красивая, да, плоская. Я не знаю, французские, как это называют, рогали, как-то это называют. Вот, и если вам интересно, как это сделать, я тогда тоже сниму видео и опубликую его в Инстаграм у себя, как сделать такую прическу. Поэтому пишите в комментариях, кому интересно, я заморочусь и сниму это для вас. Но вот она почему-то, я научилась, видимо, это для класса, у кого длинные волосы, вот удобная история, потому что тоже волосы хорошо. Может быть, кому-то и на сцену разрешают. Кстати, вот я в России ни у кого-нибудь, насколько спрашивала, все говорят, что это не сценичная прическа, может быть, только Дон Кихот. А, кстати, Дон Кихот там тоже пучки обычно, или там уже больше вариаций какие-то? Пучки обычно, и вот просто делают волосы, закручивают, например, свои как кудряшки такие небольшие. Ты делаешь свои волосы или рисуешь? Бывает же, тоже рисуют, да, баверина? Я и рисовала тоже. От чего это зависит, когда не хочется... Не хочется клеить лаковкой, например. И еще у меня волосы светлые, и вот особенно возле лица уже. И поэтому, чтобы чуть-чуть поделялась поярче, я могла еще сверху волос немножко коричневым карандашом подрисовать. И это называется у вас, как правильно, эта стучка? Песик? Да, 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 наверное. Песик, я знаю, что песик. И получается, в принципе, это стандартные прически, либо обычный пучок, либо вот у вас с ушками, но как бы на все балеты универсальные. Но есть какие-то балеты, которые можно поэкспериментировать, как я понимаю? Ну, у нас вот в репертуаре только один сейчас есть такой балет в Альпурге «Во ночь». Там мы делаем вообще самые разные прически. Можно закрутить волосы плойкой, в принципе, все делают кудри. А, то есть распущенные волосы? Да, и мы, например, закалываем просто мальвинку или какие-то косички делаем. Много цветов в волосах, тоже все цветы прикалываем, кто как хочет, как нравится. Вот там целая поляна получается на голове. Ну, то есть это такое прямо у вас пространство для творчества? Да, да. Пишите в свои комментарии, как вы делаете пучок. Делаете ли вы пучок на класс обязательно? Или вы, если вы не учащийся какого-то хореографического заведения, либо просто закалываете? Потому что я, например, либо делаю такую прическу, либо просто у меня есть крабик, и я закалываю крабик. Конечно, не очень удобно, приходится на вращение. На вращении, наверное, смутается. Ну, это легко переколоть, зато раз и переколол. Ну, вот иногда я делаю такое. А, кстати, у тебя не болят этот шпилек? Вот что я хотела спросить. Если долго в голове, то он начинает болеть. Болеть. Мне тоже под вечер, если я хожу весь день все этим со своим рулоном, то под вечер я чувствую, особенно, если я сильно плотно его зализываю и сильно закалываю. Вот. В общем, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, да, что он указан в описании под видео. Надеюсь, что вам понравилось. Такая необычная для меня съемка формат такой, можно немножко сказать, от бьюти-блокинга. Да. Да, может быть, если вам нравится такой формат, то мы еще снимем как-нибудь про сценический грим. Что-то интересное можно будет придумать и показать, как, может быть, взять какой-то образ конкретный и под него сделать грим, мейк. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами и будем дальше узнавать много нового и интересного.